Хотя семейство кошачьих лемуров и занесено в Красную книгу, встретить их на Мадагаскаре – это не экзотика, чего не скажешь об Иркутске. Поэтому появление на свет потомства у Миланы и Чики – это своего рода примечательное событие не только для Иркутской зоогалереи, но и для семейства лемуров. Малыш удобно устроился на животе матери. Чуть позже он перелезет к ней на спину, а потом сможет кататься на отце и сёстрах. Они, кстати, тоже родились в зоогалереи только двумя годами ранее. Сотрудники зоопарка говорят, что лемурам очень важно окружать себя сородичами. Лемуры – очень социальные животные. Им важно, чтобы семья была вся вместе. И если бы мы начали самку отсаживать или изолировать, это было бы только хуже. Ничего такого мы не делали, потому что в природе лемуры всегда остаются в семье, и все члены семьи активно пытаются мамочке помогать. Определить пол детёныша получится примерно через год, когда он станет самостоятельнее. Сейчас работники не хотят отрывать его от матери. Кардинальных изменений в новой жизни с малышом вводить не пришлось. Лемуры пока живут в вольере, куда их поселили ещё до появления потомства. Позже их ждёт переезд в более солнечное пространство. Подкорректировали и диету животных. Сейчас они потребляют больше белка, чем обычно. Пока лемуров оградили о взаимодействии с кошками. С ними у многодетной матери сейчас отношения напряжённые. Зато людей она воспринимает спокойно и довольно дружелюбно. Поэтому вы уже сегодня можете прийти посмотреть на маленькое чудо. Элина Собейникова, Константин Синицын. Новости сейчас.